Данное действие Данное действие Данное действие какое-то дело? Нет, суд уже суд рассматривает уже уголовное дело, а естественно там да, правильно вы говорите на данный момент, что именно конкретно за ситуация произошла? То, что позвонили вы сбросили в трубку, это до суда не дошло да нет, там совсем другая история в принципе она не имеет никакого отношения ну суть в том, что как говорится вот звонят, когда вот эти мошенники их потом находят, возбуждают уголовные дела и соответственно доходит дело до суда, я как потерпевший там, ну такие дела Вы столкнулись все-таки с фактом мошеннических действий со стороны банка? Еще разок не понял А вы все-таки столкнулись с фактом мошеннических действий, либо же это были только мошенники, которые вам звонили? Нет, это были мошенники, банк там был ни при чем Так, я вас понял я также просматриваю, Владимир Владимирович что ваш финансовый номер с окончанием 66-61 был изменен на номер с окончанием 23-11 также просматриваю что мне необходимо сейчас подать заявку на смену номера с номера окончанием 23-11 я так понимаю, что данный номер телефона вам не знаком правильно? Да я вообще цифры не могу понять про какие вы говорите А последние четыре цифры 66-61 был изменен на номер с окончанием 23-11 Цифры чего? Последние четыре цифры номера телефона Владимир Владимирович ваш финансовый номер был изменен сегодня Да я не понимаю вот эти цифры у меня другие цифры вроде я не знаю ну в номер телефона по которому вы звоните Да, это ваш прошлый финансовый номер потому что мы по номеру с окончанием 23-11 пытались с вами связаться но никак мы не могли дозвониться уже после этого был перенаправлен запрос на головной офис Банк ПТП специалисты дел финансового мониторинга с вами на линии Антихов Денис Николаевич именно поэтому с вами установили в связи уже головной офис а не отдел по региону вашему Также Владимир Владимирович поскольку данные действия не подтверждаете подкритизируют парк мошенничества Данная информация вам на данный момент была понятна в той ситуации к которой вы сейчас столкнулись? Не совсем но что-то там кто-то что-то где-то что-то поменял Да, у вас был изменен ваш финансовый номер номер окончанием 23-16 также был выполнен вход в ваш личный кабинет ВТП онлайн и перевод средств по внутребанковскому счету через систему внутребанковского Также Владимир Владимирович по системе указано что вы ранее никогда не пользовались этим счетом Подскажите вы в принципе понимаете что это такое? Нет, не понимаю Это тот счет который изначально вам был создан страховым гарантом то есть Центральный банк в России к нему подкритывались все ваши банки считай и карты такие как дебетовые карты кредитные вклады инвестиционные металлические валютные счета то есть питание произошло не конкретно по одному счету либо же по одному банку либо же одной карте а одновременно по всем вашим банкам счетами просматриваю общий остаток на данный момент составляет 14 рублей 18 копеек подскажите вы такой остаток фиксировали по факту мошеннических действий? Да вообще без понятия Владимир Владимирович Владимир Владимирович возможно вот какие-либо вопросы на данный момент продлили кофе как специалисту? Да нет никаких нет ничего такого нам необходимо сейчас выяснить как могла произойти компрометация ваших данных поскольку данные действия были задействованы не только с вашими паспортными данными а и данные договора на грецкое обслуживание такие как водовая скоба и логин приход ваш личный кабинет скажите вы никому доступ никому не предоставляли договора на грецкое обслуживание? Нет никому так я вас понял также доступ внутрибанковской системе имеют исключительно сотрудники банка нам в первую очередь необходимо понимать какой доступ имел сотрудник при вашем последнем обращении в отделение скажите как давно вы обращались в отделение? ну не знаю может в районе месяца в течении месяца не помню точно дату но недели три назад да а по какому вопросу вы обращались скажите? да просто деньги снимал да надо было с банкомата или с кассой? с банкомата именно необходимо понимать какой доступ имел сотрудник банка к вашей учетной записи то есть когда вы именно контактировали с сотрудниками? я не помню давно не контактировал то есть вы в принципе все выполняете операции через личный кабинет правильно вас понимаете? я вас понял Владимир Владимирович также в таком случае сориентируйте какие-либо конфликтные ситуации либо же подозрительного действия со стороны специалистов банка вы ранее никогда не замечали? нет не замечал возможно карты вам были выданы без конверта с вашими документами куда-либо уходили передавали ваше мобильное устройство коды из смс выдавали ничего такого не было также владимир владимир владимирович обязан вас уведомить что по мурманской области уже не первый зарегистрированный случай от специалистов банка которые они списывают личные деньги отправляют кредитование и пользуются личными данными а также их перепродают то есть за последний календарный месяц касательно сбербанка уже украли 35 миллионов рублей у клиентов также владимир владимирович нам сейчас также необходимо разделить действия ваши действия мошенников укажите какую приблизительную сумму остатка вы припоминаете по вашей дебетовой карте нашего праздника до факта мошеннических действий и какую последнюю операцию вы выполняли ну не знаю в районе 300 тысяч там находится это была какая последняя операция оплата снятия внесения либо же перевоза ну я обычно снимаю только снятие так подскажите также сумму остатка до факта мошеннических действий чтобы я указал ну примерно в районе информацию просматриваю что это у вас имеется две дебетовые карты одна зарплатного проекта и еще дополнительная кредитная скажите вы эти данные карты оправляли самостоятельно да я все делаю самостоятельно я но у меня помощь не нужна нет я касательно карт просматриваю две дебетовые одна карта у вас зарплатного проекта вторая обычная дебетовая универсального пользования третья кредитная карта вы их все три карты оформляли самостоятельно все сам оформляю конечно сам ну я в основном одной карточке пользуюсь а там я не знаю там не помню не помню не знаю надо проверять до любую укажите не помню ну не знаю укажите там он не знаю там но 10 тысяч укажите 100000 нет я не знаю ну как бы по нулям там должно быть то есть нет никаких долгов ну как понять пустая ну то есть кредит взят кредит погашен кредит взят кредит погашен ну то есть можно снять до 100000 и потом нужно пополнить овердраф да я про это и говорю не в курсе я вот говорю что карточка которая могу просто в долг заплатить оплатить а потом просто нужно пополнить вовремя да и все и без процентов это дебетовая карта в таком случае я эту кредитную карту буду блокировать без права пользования средств скорее всего она была сегодня оформлена на ваше имя также буду перенаправлять запрос беру кредитных историй для того чтобы не предоставили более деталью информацию а также я просматриваю на данный момент что у вас имеется накопительная линия в нашем банке укажите это ваш накопительный счет сберегательный вклад депозит без понятия первый раз слышу нет я стараюсь таким не заниматься не знаю не я вы если вкладывают в другие места понял а владимир владимирович в таком случае скорее всего это мульти бонус отображать на нашем банке на сегодняшний день подскажите не поступила информация что от вашего имени более было поддана заявка на получение кредита которая была одобрена вы заявку не подавали нет не подавал активные кредиты ну вроде нету а вроде нету что это значит ну я не знаю ну я ничего не подавал ну примерно да ну не меньше точно я как бы не стараюсь не говорить о своих доходах в таком случае там дело в том что необходимо актуализировать ваш официальный доход для того чтобы на момент разбирательность данные заявки были приостановлены для того чтобы они не были зачислены на васильев алексей викторович потому что реквизиты были указаны злоумышленниками также его ранее я вам говорил что списание было выполнено по вашему внутри банковскому счету скажите вас информировали об этом что это нет никто не информировал это тот счет который изначального был создан центральный банк россии на основании ваших паспортных данных ему подкреплены все ваши дебетовые карты кредитные вклады инвестиционные металлические валютные счета то есть списание у вас произошло не конкретно с одной карты либо же одного банка одновременно по всем вашим банкам с счетами карты у вас вообще остаток на данный момент фиксируется в размере 14 рублей 18 копеек скажите вы данным остатком не согласны ну конечно больше там должно быть да я не помню куда предоставлял но я не знаю там где по сотрудники полиции паспорт смотрят судьи смотрят кто еще может смотреть ни у кого на данный момент отображается что вашему финансовому номеру телефона привязаны продукты других банков вы какими банками помимо втп пользуетесь ну сбербанк там альфа банк ну самых крупных да звонки иногда идут но я как бы ничего не оформлял да кто там только не звонит и тинько в банке там и кредиты что-то одобряют ну что-то такое вот так я укажу также данную информацию правоохранительным органам в дальнейшем для того чтобы они понимали что уже таки вам поступали звонки от мошенников и то что вы уже разбирались с этим и возбуждали какие-либо уголовные дела скажите кто-либо был причем уголовной ответственности ну сейчас рассматривается уголовное дело до какая-либо личность установлена ну конечно все уже дело до суда дошло понял вас на данный момент а банк установил факт мошенничества и данная ситуация не подлежит разрушение статья 183 уголовного кодекса российской федерации это не разрушение банковской коммерческой налоговой тайны так как вы не подтвердили ни одной из вышеперечисленных операций по запись разговора вам необходимо проговорить вашу полную фабиле и мировозе по дату рождения то что вы эти операции не проводили это для того чтобы подобрать вам безопасный способ проведения рекламных работ в дальнейшем и чтобы наш разговор имел окончательно юридическую силу ну я понял ну я стараюсь как бы исходя из предыдущего опыта свои персональные данные ну не говорить никому так вы наоборот говорите под запись диалога чтобы он дальнейшем имел юридическую силу и в принципе вам было перенаправлено все необходимое документация также вас профильный специалист который за вами будет закреплен уже чтобы они уже велись регламентной работе то есть вы наоборот говорите я на виду на своем примере хокки и шкалаевич 0 8 0 8 988 года рождения данные операции не подтверждают перевод не выполнял кредит и не оформлен ну а у вас же есть все данные мои конечно вы их назовите я скажу я скажу да и либо нет нет смотрите есть существует регламент банка и законодательство России Мамая Владимир Владимирович 25.05.1971 года рождения данные операции еще раз какого года рождения 978 а дата 20.02 ну нет неправильно это не я значит 29.05.1977 правильно нет неправильно нет неправильно в таком случае укажите свою дату рождения потому что сейчас вы здесь включительно с ваших слов составляет последняя необходимая документация Владимир Владимирович нет ну вы же дату назвали это неправильно значит вы не ко мне позвонили ну в смысле не тому человеку позвонили город Москва улица Лазарева адмирала дом 16 квартира 162 правильно нет конечно а кто это ну я не знаю но это не мои данные а что слышал серьезно что ли ничего ничего не понял что там говоришь что ты понял кому звонишь то не могу понять в Мамаеву ну куда в Москву так я говорю не Москва это а в Мурманской области ну Мурманская область да так дату рождения позавших разговора для того чтобы окончательно имел юридическую силу так Москва и Мурманская область это вообще не не одно и то же я знаю ну так ты назови мои данные тогда будем продолжать разговор так я в ходе нашего дела не имею права не разглашать их не распространять так ты уже сто раз назвал данные не знаю каких то левых людей так это персональные данные ну так вот прежде чем получить мои персональные данные ну как бы я должен удостовериться что я разговариваю не с мошенником правильно ой прошу прощения подождите Мамаев Владимир Владимирович 06-12-1979 я не все документы что то плохо стало слышно я говорю я не все документы посмотрел 06-12-1979 да все опять не угадал да как это я не угадал ну да хрен знает как так не угадал улица Нова дом 66 правильно да нет неправильно да неправильно правильно неправильно не угадал плохая база у тебя плохая подтверждать будем перевод ой хе дурачок скинул ого